Не буду дефекровать эту часть, все по порядку. Давайте начнем с первой части, это ребрендинг. Вот так выглядели раньше, в мае 2015 года, мы полностью радикально изменили логотип компании, визуальный стиль, коммуникации. И это не только логотип, но и наши магазины, они выглядят совершенно по-другому. Сегодня 53 магазина уже работают в новом формате. Это магазины не просто магазины обслуживания, как было раньше, это магазины мобильной связи, где можно получить и купить все последние новинки, где можно все пощупать, попробовать. Совершенно хороший формат, современный, отвечающий реалиям сегодняшнего рынка. Сайт. Сайт тоже прошел существенное изменение. Была изменена оболочка не только внешняя, но и внутренняя. Сейчас сайт намного удобнее, очень легко пользоваться. И сайт прошел действительно радикальное обновление в основании с тем, что было раньше. Ну и ценности. По большому счету изменение компании – это не только изменение логотипа. Это новые ценности, которые мы начали внедрять с мая прошлого года. Это просто, инновационно, лучшее. Просто это когда, просто и удобно общаться, разбираться в тарифах. Понятно, за что платишь. Инновационно, когда мы первые внедряем новые вещи, которых не было на рынке Украины. И лучшее означает, что мы не останавливаемся, мы двигаемся вперед. Для нас это очень важно. Конечно, быть лидером всегда тяжелее. И не нужно останавливаться на достигнутом, нужно двигаться вперед. Сегодня мы расскажем о том, как мы движемся вперед. Ну вот, сейчас мы можем спустя год практически подвести какие-то результаты самого ребрендинга. Было много дискуссий, обсуждений. Кому-то нравилось, кому-то не нравилось. То, по большому счету, мы смотрим на то, нравится ли это нашим клиентам. И, как выяснилось, 53% клиентов выбирает бренд «Киевстар». Напомню, что наша доля рынка 47%. Что означает эта цифра? Это означает, что не только наши клиенты нас любят, но и клиенты наших коллег по рынку нас тоже любят. По крайней мере, любят наш бренд. Популярность бренд выросла на 23%. Это феноменальный результат. Если честно, мы не ожидали такого результата. Сейчас, спустя год, мы можем констатировать, что это не просто какое-то изменение от месяца к месяцу или от квартала к кварталу. Это результаты года. Поменялась, понятно, не только визуальная часть, поменялись и тарифы, которые мы представили рынку в мае 2015 года. Напомню, мы первый оператор в Украине, который представил тарифы с неограниченным трафиком социальных сетей. Вот сейчас, уже спустя год, мы видим, что наши коллеги, в принципе, не нашли ничего достойного для своего ответа, как просто скопировать частично или полностью наше предложение. Нам это, конечно, очень приятно, но мы не останавливаемся на этом. И сегодня расскажем вам о новом, о новой линейке, которая будет в 2016 году. Но об этом чуть позже. Вот здесь огромные цифры, такие бегают, не пугайтесь. На самом деле, угадайте, сколько абонентов, которые сейчас пользуются новыми тарифами от Киевстара. 4 миллиона 200 тысяч. 4 миллиона 200 тысяч. Я слышал, что кто-то говорил о большом достижении у миллиона абонентов в каком-то новом бренде. У нас бренд изменился, но мы говорим не о бренде, а о конкретной, так сказать, линейке, которую мы запустили менее года назад. Я думаю, что 4 миллиона 200 тысяч – это явный признак того, что людям это понравилось. Иначе бы они не пользовались этими тарифами. Ну и у нас есть такой показатель, как NPS. НПС – это показатель лояльности и рекомендаций. То есть, чем выше этот показатель, тем большее количество людей, которые рекомендуют эту тарифную линейку. Вот в этой передней линейке один из самых высоких показателей НПС. Да, но одно дело, так сказать, это тарифы, которые используются в Украине, другое дело – это международные тарифы. И по международным тарифам у нас тоже произошло много изменений. Сейчас кажется невероятным, но, например, в России, в США и в Канаду можно звонить по 50 копеек. И когда помню, что это не евро, а гривен, многие путают этот значок, он очень похожий. За 50 копеек, да, 50 копеек по сегодняшнему курсу, там, это чуть больше одного евроцента. То есть, это тот тариф, который мы предоставляем уникальный для наших пользователей. Есть у нас очень привлекательный тариф на Италию, на Польшу. И уже в начале этого года мы открыли тариф гривна 50 на страны СНГ. Но, по большому счету, если взять всю статистику всех международных звонков, самое большое количество звонков подавляющее – это звонки в России, на втором месте – это звонки в СНГ, и только на третьем месте – это звонки в Европу. Но это вот та статистика, которая есть, это факт. Вот, поэтому мы постарались по каждому направлению сделать максимально привлекательный тариф. Каким образом это получилось сделать? Потому что мы являемся частью большой группы, которая включает в себя страны Италии, России, стран СНГ и так далее. То есть, за счет этого мы смогли предоставить такой уникальный тариф. Несмотря на эвалиюацию, несмотря на то, что все дорожает, мы даем лучшие сейчас, на сегодняшний момент, предложения на международные звонки. Хотелось бы также коснуться Рома. Понятно, что Рома не многие ездят, это всего 1% абонентов, но вместе с тем это направление важное, и те абоненты, которые ездят, это в основном высокодоходные абоненты, для которых тоже цена достаточно важна. И вот я напомню ситуацию, я очень хорошо ее очень помню, когда люди приезжали в Роме, и первое, что они делали, что они делали, отключали дату, правильно, отключали дату, потому что 1 мегабайт стоил 120 гривен. Платить 120 гривен даже такому высокодоходному, обеспеченному абоненту, как-то, ну все равно тяжело, да, тяжело, 120 гривен за мегабайт, что такое 1 мегабайт. Вот, сейчас 1 мегабайт стоит 35 копеек. 35 копеек это фактически 1 евроцент. Да, вот, то есть мы снизили в разы стоимость мегабайта в Роминге. Мы снизили стоимость минуты в Роминге, мы снизили стоимость СМС. Понятно, что это очень рискованный шаг, потому что, ну как, издавна было принято, что Роминг это люди, которые, в Роминг ездят люди, которые не считают деньги и так далее. На самом деле, я думаю, большинство из вас ездило в Роминг, прекрасно знает, что гораздо в Роминге начинаешь больше всего считать деньги. И вот результаты. Мы снизили тарифы на звонки, снизили в 10 раз тарифы на интернет, и мы видим, что количество использования мегабайт, например, вылазло в 3 раза. И это не только эффект эластичности, там, пользования, трафик, но это и огромное количество дополнительных людей, которые раньше выключали свой телефон или выключали тату в Роминге, и сейчас начинают ей пользоваться. Ну, потому что она стоит разумных денег. В целом, мы довольны. Мы получили результат, где по подходу мы вышли, примерно, там, тоже сад. Но за счет более счастливых пользователей мы рассчитываем на то, что количество этих людей будет расти. У нас есть еще один сюрприз, но это будет тема отдельной из конференции. Пока не буду о них говорить. Это будет скоро. Будет скоро. Так, еще один, наверное, из ключевых таких моментов – это качество сети. Вы знаете, что, ну, Киевстар издавна считался, так сказать, оператором с лучшим качеством сети, с наибольшим покрытием, и это действительно так. Вот все, что было у нас, условно говоря, в мире 2G, вот это же, мы обещаем, в мире 3G. Мы говорим о том, что на сегодняшний момент и в будущем у нас будет самое большое, самое широкое покрытие 3G, у нас будет самый качественный и высокоскоростной интернет. Сегодня у нас покрыто 614 населенных пунктов, не городов. Я знаю, есть там разные манипуляции, что считать населенным пунктом и так далее. Для сравнения, наш ближайший конкурент покрывает менее половины от этого. Какие планы у нас? Мы хотим до конца этого года покрыть полторы тысячи населенных пунктов. То есть вот вдумайтесь, так сказать, в то покрытие, которое есть сейчас, и фактически на конец года мы покрываем всю страну. Уже на сегодня 5 миллионов уникальных пользователей, которые воспользовались услугой 3G, и это количество растет из-за дня в день. Привет, Тиза! Это наш канал-ролик, который прокомментирует. Что я решаю? Фухарик! Я тут трошки по-румагу вам, две тракты! Я тут трошки по-румагу вам, две трофки по-румагу вам, две трофки по-румагу вам, да! Ой, да! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О чем это были? О том, что на самом деле важно там не какой у тебя стандарт, не какая заявленная скорость, не даже заявленное количество городов или населенных пунктов, а важно то, какой опыт ты получаешь в реальном пользовании. Поэтому вот у нас сейчас стартует новая кампания по поводу качества, и под общим слоганом это качественный трижеп, проверенный людьми. Потому что только люди, только пользователи могут сказать, действительно это классно или плохо, хорошо и так далее. Мы верим, что наш трижеп намного лучше, чем у кого-то ни было. И вот вы увидите, это один из роликов, другой я вам пока не буду показывать, это тоже сюрприз, который будет вот под этим новым слоганом. Вот еще буквально несколько слайдов в статистике, подтверждающие мои слова уже в восприятии. Мы меряем каждый квартал восприятия по разным показателям, качеству, покрытие, тарифам и так далее. Вот. И, собственно, мы видим, что Киевстар является абсолютным лидером в два раза превышающим ближайших конкурентов по этому показателю. И по качеству мобильного интернета, и по покрытию. К чему это приводит? Это приводит к тому, что доходы от мобильного интернета растут. Да, чем больше пользователей, чем больше пользования услуг, у нас доходы в прошлом году выросли вот так, на 60%. Это, понятно, безумный рост. Я извиняюсь, я ошибся. Да, ну и как результат, вот итог прошлого года – это рост доходов 11%. Это 2-digit growth, как говорят, который был недостижим последние несколько лет. Последние несколько лет рост мобильного рынка был в лучшем случае 1-digit, в худшем случае отрицательным. Вот только в этом году, в 2015 году, нам удалось не только вывести в рост доходы, но и показать 2-digit growth – 11% рост доходов. Отток. В принципе, в 2015 году у нас был неплохой показатель по оттоку, но в 2015 году мы ведь добились того, что этот показатель снизился еще больше. Это несмотря на то, что здесь уже включены цифры по отключению Компаса и Луганской, которые мы, к сожалению, потеряли. И о чем говорит этот показатель? Это говорит показатель о том, что те клиенты, которые выбирают Кейкстар, они с нами остаются, они от нас не уходят. Что очень приятно. Так, теперь сюрприз. Я передам слово нашим партнерам, нашим коллегам. Сначала я передам слово Михаилу из компании «Звук». Спасибо, Саня Слав. Потом вот так, потом вот так. Отлично. Здравствуйте, меня зовут Михаил. Я являюсь генеральным директором компании «Звук», которая является частью международного холдинга «Дрим Индустрии». В его составе есть еще книжный сервис «Бухмейт». Есть еще несколько проектов, связанных с онлайн-рекламой. И мы поддерживаем всяческие креативные сообщества в разных сферах. Есть большие площадки, где мы проводим разные ивенты. Но сегодня мы поговорим про звук, действительно. Звук был задуман как музыкальный сервис для массовой аудитории, прежде всего. Мы хотели попробовать дать онлайн-музыку всем людям, которые готовы ее слушать. А на самом деле то или иное отношение к музыке имеет практически 100% аудитории. Вот какие челленджи есть в этой индустрии? Да, музыку слушают все, но нужно понимать, что на сегодняшний день доходы музыкальной индустрии за последние 15 лет сократились более чем в половину. То есть индустрия зарабатывала около 30 миллиардов долларов в год 15 лет назад. Сейчас они зарабатывают около 15, даже меньше. Вот что случилось? Неужели люди стали слушать музыку меньше за это время? Нет, ну очевидно только больше. И причем сильно больше, потому что музыка стала цифровой и произошла ее либерализация. Теперь, когда мы хотим послушать что-нибудь, мы не идем за диском в магазин. Мы не думаем долго, а какой диск купить? Этого артиста или вот этого? Или вот сборник? Мы практически, находясь в любой точке мира, можем включить любую музыку. И иногда даже настолько этот выбор релик, что мы даже закругляемся частенько с выбором. А что же на самом деле включить? Ну потому что действительно есть все. Допустим, ВКонтакте содержит более 110 миллионов уникальных записей. Не аудио, а музыкальных именно. И в этом надо еще уметь разбираться. Но проблема не в этом. Проблема в том, что индустрия немножечко теряет в доходах. На сегодняшний момент, вот здесь вот вы видите, вот пошли диджитал доходы. И, конечно, они не компенсируют те потери на сегодняшний момент, которые были от продажи физических носителей. От продажи физического носителя индустрия получала 10 долларов. Продал один диск, получил 10 долларов. Чтобы теперь получить 10 долларов, альбом должен быть прослушан тысячу раз в стриминге. Примерно. При среднем доходе, который от этого можно получить. А доходы получаются за счет рекламы и за счет платы за подписку. Либо за счет платы за скачивание файлов. Собственно, вот этот вот самый массовый пользователь, который слушает музыки больше, теперь намного больше, мы с этим согласны, но платят почему-то намного меньше, характеризуются определенными, определенными, как скажем так, то есть определенный портрет. Вот я не знаю, согласитесь вы с этим или нет, но можем даже подискутировать, потом, если останется время, зададите несколько вопросов. Но когда мы делали музыкальный сервис, мы ориентировались именно на такого массового слушателя. Мы не старались попасть в любителей музыки, в ценителей музыки, которые не могут прожить жизнь без музыки. Вот им неспокойно, когда у них нет доступа к музыке. И да, такие действительно готовы за нее платить, готовы платить, причем вперед, но их немного. В любой аудиторной выборке их найдется 5-7, может быть, 12%. А вот что делать с остальными? Как привлечь желание массового слушателя потреблять музыку и при этом обратить себе каким-то образом это в пользу? То есть не просто быть антруистом, раздавать музыку бесплатно, но вы извлечь из этого какой-то коммерческий долг. Вот такую цель мы для себя поставили несколько лет назад, когда начали делать сервис. Рассчитанный вот на этого сложного потребителя. Первая характеристика заключается в том, что действительно для них музыка не является обязательной вещью в жизни. Они могут прожить всю свою жизнь и без музыки. Да, с музыкой хорошо, может быть, чуть веселее, может быть, легче, но в принципе, если он ее не включит, ничего не произойдет. Поэтому любая попытка взять с человека деньги за то, что для него в жизни не обязательно, ну, она причина на провал. Особенно, когда вы пытаетесь вперед взять для этого деньги. То есть он еще не попробовал ни сервис, ни как это играет, ни если там любимая музыка, а вы уже хотите с него получить денег. Ну, скорее всего, это не получится, если мы говорим о массовом потребителе. Второй характеризующей его чертой является то, что на самом деле большинство людей не разбирается в музыке. Какая-то часть из них думает, что да, но большинство из них не разбирается в музыке. И более того, они не хотят и не будут в ней разбираться. Глупо это ожидать от них. Почему? Потому что музыка стала очень сложной с того момента, как начали делать пластинки, кассеты, бобины, много жанров. Электронная музыка вообще мультиплицировала количество направлений и произведений в разы. А человек, который живет современной жизнью, он занят. У него дети, работа, у него куча хлопот. Неужели вы думаете, он будет тратить время на то, чтобы изучить музыку, которая для него в жизни не является еще и обязательной? Не будем мы на это время тратить, поэтому ожидать от человека, что он разберется в музыке, не стоит. И поэтому сервисы, которые вот так вот россыпью вываливают перед человеком много контента, на самом деле ничего не могут добиться. Потому что когда я подхожу к источнику музыки, где музыка разложена именно как музыка, артисты, альбомы, жанры, направления, я как казуальный слушатель, который в ней не разбирается, я не могу с этим иметь дело, потому что я не знаю музыку. А если я не знаю музыку предметно, то я не могу в этом разобраться. Поэтому плеер просто с каталогом, это не музыкальный сервис, это не работает на казуального слушателя, на слушателя, который не разбирается в музыке. Дальше пользователи проявляют в некотором смысле несколько вовлечений в сервисы и некоторое безразличие к продуктовым продвинутым фичам, так скажем. Почему? Да потому что они рандомно слушают музыку, переключаются между радио, YouTube, каким-то топом ВКонтакте, музыкальными телеканалами. Их устраивает включить музыку в один клик за три секунды и быстро вернуться обратно к своим делам. И чем это проще, тем лучше. Поэтому они вот так вот ищут источник, а ты готовы на компромисс, в общем-то. Качества попадания в мой вкус, которого по хорошему счету нет. Мне нужно просто что-то на background включить, пока я готовлю, убираюсь, пишу письмо. И дешевизной, и простотой. Вот так, музыку в один клик, и пошел дальше заниматься своими делами. Поэтому, что под руку попалось из источников музыки, то и хорошо. Какие-то глубоко продвинутые функциональности людей мало интересуют, на самом деле. Ну и еще у людей есть такая неосознанная, фактически навязанная любовь к тому, что активно промотируется. Вот мы задаемся вопросом, а почему у нас слушают много локальной музыки? Неужели она прям действительно намного лучше, чем западная? То есть доля прослушивания локальной музыки в Украине 50-55%, а то и 60%. По сравнению с мейджорской, западной, клевой. Почему? Качество, правда, растет. Давайте все-таки отметим, локальная музыка лучше, чем она была 15-20 лет назад, наверное. Но все-таки доля ее большая. На самом деле это происходит потому, что локальных артистов активнее промотируют. И когда это все играет на радио, когда ты ездишь в такси, по телевизионным каналам, ты это слышишь раз, ты это слышишь два, а потом ты вот думаешь, ой, это же клевая музыка, я же где-то ее слышал. Да, вот ее я и буду дальше слушать. Это, наверное, это то, что надо слушать. Поскольку человек не разбирается в музыке, ему такую вот любовь навязывают. А что активно промотируют? Активно промотируют локальных артистов, естественно. Вот портрет аудитории, с которой надо иметь дело. Что же можно делать с этой аудиторией? Какой сейчас момент времени, чтобы иметь хоть какой-то шанс завладеть ее вниманием? На самом деле это действительно стриминг в музыке. Что такое стриминг? Это когда вы не скачиваете файлы себе на устройство куда-нибудь и не включаете их потом с компьютера или с телефона. А когда вы получаете музыкальный сигнал, находясь в интернете. То есть потоковое прослушивание музыки. Так же, как и сейчас, преимущественно большинство людей смотрят фильмы. На сервисах Мигуго, других кинотеатров, на Ютьюбе. Мы же не скачиваем файлы, смотрим это видео в потоке. Так же и стриминг музыки. Последние 7-8 лет набирает обороты. Становится все более-более популярным среди потребителей. Поскольку все вы подключены, появляются 3G, и можно даже на ходу стримить музыку, то зачем скачивать файлы? Лучше просто быть подключен к какому-то сервису, где есть вся музыка мира, и в зависимости от вашего настроения, желания или ситуации, выбрать любую из них. И не думать заранее о том, что надо что-то скачать, чтобы потом послушать. Так вот, стриминг действительно набирает обороты. Вот желтенькое – это скачивание в музыке, доходы индустрии от скачивания музыки по файлу. А красненькое – это доходы индустрии от стриминга. Вот в прошлом году они сравнялись. Ну, некоторые аналитики провели тренд и сказали, что будет вот так. Может быть, у вас возникнет вопрос, что чего-то очень бурно стриминг растет, вряд ли это будет. На самом деле это будет. Не стоит думать о стриминге только в рамках телефона. Стриминг будет во всех отключенных устройствах. Это автомобили, это разные устройства, которые у вас есть в помещении, колонки, телевизоры и так далее, и так далее, и так далее. Все это будет подключено во всем, в каждом из этих устройств будет в той или иной форме существовать, естественно, музыка. И стриминг будет тоже идти и оттуда музыкально. Поэтому такой рост вполне себе возможен. Еще мне, пожалуй, стоит отметить следующее, что стриминг действительно в начале пути на сегодняшний момент. Топ музыкальных сервисов – Pandora, Spotify, Deezer и Apple Music, недавно запустившийся. Кстати, тоже повлияет очень существенно на этот график, потому что раньше был iTunes, который жил по модели, Paper Download. Это вот он желтенький график наполнял собой, теперь переключился больше на стриминг и привлекает своих пользователей туда. Так вот, все музыкальные сервисы, лидирующие в мире, на сегодняшний момент работают на территории, где живет примерно 3,5 миллиарда человек. А общее количество пользователей, их суммарное, меньше 300 миллионов. То есть технически около 3 миллиардов людей могут стримить музыку, а стримить меньше 10%. Поэтому рост будет существенным. И по отчетам за 2015 год, первые места по монетизации, если не считать игровые приложения, занимали музыкальные – Pandora и Spotify. Сама по себе музыка, с точки зрения монетизации, третья занимает абсолютное место по транзакциям в App Store, уступая место играм в социальных сетях. Теперь о звук, пару цифр. На сегодняшний момент мы можем говорить, что мы музыкальное приложение номер один в странах СНГ, потому что App Store в 2015 году подвел итоги и в топ-10 приложений всех поставил звук. Это было единственное музыкальное приложение, занимали девятую строчку. Мы доступны во всех странах СНГ, растем примерно по 25-23% каждый месяц в количестве пользователей и в количестве подписчиков. Ну, почти непрерывно размещаемся в топ скачивания приложений и в топ гроссинг монетизации. В топ-10, в топ-20 обычно мы видны. Среди всех приложений, там, где-то толкаясь с ютубами, скайпами и прочими продуктами. Вот. Доступны на нескольких платформах iOS, Android, в браузере ваших компьютеров и есть еще прием для фичерфора. Что касается каталога, то он полный, я бы так сказал, около 25 миллионов треков. На самом деле, все, что вот сейчас слушается, все, что хочется людям послушать, там есть. Все, что можно лицензировать на этих территориях, нам лицензировано. Вот. Несколько цифр специально по Украине. В среднем пользователи из Украины слушают около 8 часов в месяц. Вот здесь можно увидеть топ популярных артистов по прослушиванию. Наверное, никого это не удивить, да, он такой. И 3G у Киевстара действительно работает. После того, как мы заключили партнерское соглашение и начали работать вместе, предлагает пользователям, абонентам Киевстар слушать звук с помощью 3G. Вот здесь на графике можно увидеть, как выросли прослушивания на звуке из Украины. Вот ровно в этот момент это произошло. Поэтому, да, 3G работает. Люди это оценили. Собственно, чуть больше, может быть, деталей и подробностей о том, что мы делаем вместе. У нас с августа-сентября месяца идет первая стадия партнерства. Заключалась она в том, что с помощью коммуникационных каналов Киевстар Абонентам предлагалось начать использовать звук, для этого при задействии сайт, смс, сообщения, ну и другие возможности. Звук, премиум подписку на звук, которая открывает все возможности для пользователя, можно было оплатить с помощью USSD-команды со счета мобильного телефона непосредственно. И что очень удобно, это предполагало ежедневную тарификацию. То есть вам не нужно было сразу платить, там, около 600 гривен, о, 70, простите. А можно было тратить всего 2 гривны и 15 копеек в день. В общем, это удобно, это не снижало резко ваш баланс. Что еще, наверное, уникально, что звук, звук единственный сервис на сегодня, ну, легальный, так будем говорить, на территории СНГ, который позволяет вам слушать бесплатно абсолютно любую музыку. То есть если вы находитесь в интернете, неважно, в Wi-Fi или в сети оператора, вы можете выбрать любую музыку с помощью поиска из новинок и как угодно еще и слушать ее бесплатно. В неограниченном объеме неограниченное количество времени. Ни один сервис на сегодня это делать не позволяет. У всех есть либо ограничение по выбору, либо ограничение по объему. Более того, вы даже можете ту музыку, которая вам понравилась, складывать в свою коллекцию, собирать из нее плейлисты, заходить в свою коллекцию и тоже слушать ее там бесплатно. Ну, стрименты. Скачивать вы ее не можете для того, чтобы слушать без интернета. Эта функция платная, нужна премиум-подписка звук плюс. И высокое качество этой музыки тоже доступно только по премиум-подписке. Но поскольку можно любую музыку слушать бесплатно через сеть, поэтому нашими коллегами из Кистарбул предложено пойти дальше, и мы на это согласились. Вот у нас в перспективе будет следующий этап интеграции, который дополнится следующим. Я ставлю этот секрет на вас. Я, правда, уже сверился с коллегами и сказали, наверное, можно пару слов сказать, но, окей. Пользователям звук, которые будут одновременно являться абонентами Кистарб определенных тарифов, будет обнулен трафик на музыку, даже если они не оплатили премиум-подписку. То есть, в принципе, вы получаете такую вин-вин историю. Вы можете слушать любую музыку во премиум-режиме, и при этом с вас еще и деньги за трафик не возьмут. Но для этого нужно быть подключен к определенной линейке тарифов. И еще мы делаем одно нововведение. Мы будем предлагать пользователям оплатить подписку, если все-таки они хотят скачивать музыку в высоком качестве, ну и выключить всю рекламу в приложении. Также с помощью счета мобильного телефона, но уже прямо внутри приложения. То есть не надо будет никуда выходить, заходить. Надо будет просто увидеть оффер внутри, в тот момент, когда вы наткнетесь на платную функцию, и согласиться на сделанное предложение. Мне кажется, это удобно, это должно повысить количество абонентов, которые будут пользоваться звуком и на ходу в том числе. А мы для этого приложение делали, чтобы люди со своей музыкой не расставались. И если вдруг кому-то захочется больше возможностей, больше функций, чтобы он это мог без труда, в общем-то, для себя подключить прямо из приложения, используя свой счет мобильного телефона. И два слова теперь о новом сервисе. Если кто-то сейчас зайдет в App Store и попробует скачать себе приложение «Звук», то он увидит немножко другие картинки. Не удивляйтесь, это на самом деле тот самый звук, который один, второго нет. Мы в течение недели, может быть, двух, выпускаем вторую версию, новую версию приложения, мы называем это «Звук 2.0», и будет он выглядеть вот так. Это намного более современный и симпатичный дизайн, и очень много нового функционала в сравнении с той версией, которая сейчас находится в App Store. То есть здесь мы совпали с коллегами, у них премьера, у нас премьера. Я думаю, что абоненты это оценят. Новый продукт развивает те принципы, на которые был основан старый, но, скажем так, глубже и дальше. Что мы пытаемся сделать в двух словах и заканчиваю. Мы понимаем, что поскольку люди не разбираются в музыке, им нужно позволить как-то с ней взаимодействовать. То есть нужен какой-то интерфейс, какой-то пуфер. Мы решили для себя, что нужно научить свой сервис делать так, чтобы люди могли взаимодействовать с музыкой через нативные категории, которые понятны любому человеку без дополнительного знания о музыке. Нативные категории — то, что каждому человеку понятно, то, что каждый человек может идентифицировать для себя. Это дела, которыми я занимаюсь, это мое настроение, это места, в которых я нахожусь, и, может быть, моменты в жизни или во времени. То есть я говорю, не грустно, и получаем музыку. Я говорю, у меня вечеринка, и я получаю подборки музыки. Я говорю, я иду в спортзал, и я получаю подборку музыки. Потому что это может, вот этими категориями может оперировать любой, и маленький, и взрослый человек, независимо от своего образования. И у нас это стало получаться, и мы будем это дальше развивать. Второе — это не пугать людей собирать музыку в коллекцию. Потому что вот мы слушаем что-то, нам нравится, мы там выхватываем шазам, включили или еще что-то. Даже если я относительно безразличен к музыке, я все равно, что-то мне начинает нравиться. Я хочу это сложить в свою коллекцию. А дальше чем все заканчивается? У каждого коллекции лежит тысяча файлов, которые были собраны в разных ситуациях, в разном эмоциональном состоянии, и слушать их подряд невозможно. Их даже невозможно слушать в перемешку, потому что они уже очень рахтаны. А раскладывать их никто не хочет. Поэтому мы дадим пользователям возможность управлять музыкой, опять же, без дополнительных знаний. Ну, мы расскажем как. Это будут специальные микшеры, которые могут из ваших любимых треков построить энергичный плейлист, задумчивый плейлист, плейлист для спортзала. И последний пункт, на котором будет основан подход наш принципиальный, это некоторая платформенность в продукте. Это будет продукт не только про музыку. Дело все в том, что массовому слушателю действительно удобно быстро включить музыку и пойти дальше самими делами заниматься. Это вот трехсекундный контакт, на который мы можем рассчитывать с ним. И можем рассчитывать получить его внимание только тогда, когда ему нужна музыка. Но музыка — вещь универсальная. Через музыку можно практически попасть в любой отряд к жизни человека и завести разговор по любому поводу. Это могут быть какие-то ивенты, это могут быть концерты, это могут быть вещи из лайфстайла, это могут быть даже аудионовости или аудиокниги. Вот такая платформенность продукта, скорее всего, позволит нам чаще разговаривать с пользователем, чаще получать его внимание. Поэтому мы будем работать и в смежных категориях тоже. Все, что на ходу, все, что предполагает прослушивание только аудио или короткое цитатное внимание на экран, будет постепенно появляться в звуке в том числе. Собственно, продукт будет выглядеть вот так. Наверху вы будете видеть предложение, контекстная музыка для этого момента, которая будет совпадать с вашей геопозицией, с вашими преференциями в прошлом и с временем суток на текущий момент времени. То есть, если это будет пятница вечер, то, скорее всего, вам здесь предложат, может быть, вечеринку. Музыку для вечеринок, если до этого вы не слушали плейлист «Я болею дома», например. Мы будем подсвечивать несколько ситуаций настроений, которые будут релевантны, опять же, к контексту, место времени и вашим вкусом. Дальше будет находиться блок, который позволяет быть в курсе. Это все новинки, тренды, популярная музыка. И у нас в этом приложении есть интеграция с Shazam, которая заключается в следующем. Вы запускаете Shazam из приложения, звуком, вы сканируете музыку вокруг, и она автоматически добавляется в вашу коллекцию на звук. То есть вам даже не нужно будет дополнительные какие-то действия совершать. Рекомендательный алгоритм, который базируется полностью на ваших вкусах, на то, что вы добавили в коллекцию, на то, что вы залайкали. Мы используем базу, 20-летнюю базу разных радиостанций. Эфиры радиостанций. И если мы видим, что какой-то трек вам понравился, или вы его добавили в коллекцию, мы идем в эту базу, смотрим, что диджеи поставили рядом с этим треком. И рекомендуем вам сегодня, завтра или послезавтра в этой подборке. Это работает неплохо. Это даже в нынешней версии приложение есть. Все-таки ручную работу пока заменить сложно. Очень сложно заменить роботами полностью рекомендации в музыке. Почему? Потому что музыку люди слушают 24 часа на 7, находясь в разных ситуациях, в разном настроении. И предсказать это довольно сложно. Гораздо легче предсказать потребление книг и видео, потому что для этого люди выделяют 100% своего внимания, 100% бюджет времени. И когда он случается, в нашей жизни легче предсказать, нежели чем те вещи, которые мы на ходу потребляем. Поэтому алгоритмы полностью не работают на сегодняшний момент в музыке. Кто это говорит, то он или чудо изобрел, или неправда. Я, наверное, закончу. Тут еще будет много рекомендаций, основанных на связи с вашими друзьями, артистами, жанрами. Мы позволим управлять своей музыкой в коллекции более эффективно. Очень много людей добавляют музыку в коллекцию, не послушав так на будущее. Мы будем напоминать об этом. Ну и вот то, что я говорил, это такое маленькое чудо, первое, которое появится в приложении, реально близкое к чуду, это когда ваши тысячи треков вы сможете через мишу привести в какой-то фит более удовольствием для прослушивания. То есть вы можете нажать, вот я хочу, вот так вы не нажмете, это значит, что это бодрое и веселое. Из ваших тысячи треков мы возьмем 150, которые, скорее всего, будут динамичными и подойдут для такого бодрого вечера, или, может быть, бодрого утра, в зависимости от того, что вы хотели. И это клево, потому что вам не надо разбираться в этих тысячах треках, вам не надо разбираться в музыке. Мы возьмем это на себя. Спасибо. А теперь мы поговорим про видео. Сейчас все о Киевстар, о том, каким образом контентные сервисы работают с Киевстарами, собственно говоря, что происходит у нас, как у сервиса, как у лидирующего в странах СНГ, Украины, Грузии и странах Балтики сервисом. И чуть-чуть буду затрагивать, в том числе, там, характеристики, характеристики наши, но, опять-таки, сегодня исключительно про совместные проекты, совместное сотрудничество. 2015 год для нас стал, в том числе, точнее, так же очень продуктивным, как и у других наших коллег успешных по рынку. И в 2015 году мы стали полноценным видеосервисом, который собрал на свою платформу все видеоматериалы, все варианты потребления видео пользователям, массовым пользователям. И стали не только онлайн-кинотеатром, но, в том числе, запустили телевизионный сервис, чему безумно рады, потому что с запуском телевизионного сервиса начали прирастать наши платящие оппоненты. И в 2015 году рост мы показали, даже с учетом девайвации, мы показали рост, скажем так, в несколько раз в платящей аудитории и в доходах, в том числе, выросли даже в иностранном валюте. На текущий момент в нашем сервисе мы собрали все украинские национальные телеканалы, все крупнейшие западные телеканалы. На текущий момент их уже более 160 в Украине. Мы, в том числе, продолжаем развивать нашу библиотеку, и она рассчитывает более 40 тысяч часов видеоконтента. Это видео по запросу, фильмов, сериалах, мультфильмов и так далее. И немного давайте попробуем сейчас посмотреть, что же у нас есть. Микаго работает на всех устройствах. Это изначально была наша политика, чтобы мы были доступны максимально везде, где пользователь может каким бы то ни было образом потреблять видео. Наибольший объем видеопросмотров, исходя по интернет-трафику, который мы наблюдаем с наших серверов, на текущий момент приходит на смарт-телевизоры. Существенно выросли за последние 4 года мобильные устройства, и мы надеемся, что с новым витком партнерства, с крупнейшим оператором мобильной связи, мобильные пользователи вырастут еще больше. Персональные компьютеры, доли их постоянно падают в браузерной версии просмотра видео. Также незначительная часть медиаплееров, и сейчас мы работаем активно над разработкой приложений для игровых консолей. Тренд с 2012 года, то есть по факту с начала нашей активной работы на текущий момент, по конец 2015 года, мы видим, что желтенькое это веб-потребление, это потребление с помощью браузеров начиналось с более чем 90%, на текущий момент составляет 34%, как я говорил уже ранее. Смарт-телевизор, это розовенькое, растет прям огромными темпами, и синий сегмент это мобильные пользователи, которые прирастают, на самом деле, с такой же интенсивностью, как и смарт-телевизор, просто самих пользователей существенно меньше. Опять-таки, это по объему трафика с наших видеосерверов. Какой контент доступен на платформе для наших потребителей? В первую очередь, поговорим про кино. На текущий момент наша бесплатная библиотека, это вот все синее, оранжевое и еще одно синее, это бесплатная часть библиотеки. То есть бесплатных фильмов у нас более трех тысяч доступно для нашей аудитории, бесплатные мультфильмы почти полторы тысячи штук, и бесплатные сериалы более семиста тысяч наименований, ось, простите, семиста единиц местам наименований. У нас также есть платная категория платного продукта, сюда попадает премиум-каталог голливудских студий, некоторых голливудских студий, то есть это новинки предыдущего года, или те новинки, которые вышли в кинотеатре. Кинотеатральные новинки доступны в премьерах. Их порядка 500. Премиум-библиотека, отобранная для пользователей, доступная по подписке месячной, почти тысячи наименований на текущем. Это те фильмы, которые представлены на нашей платформе, то есть мы собираемся, пытаемся каким-то образом собрать как можно более новые фильмы, как можно более лучшие фильмы на мегагод для наших потребителей, и, соответственно, пытаемся представить все возможные категории для массового пользователя, в том числе детский, контент, экшены, сериалы, все, что угодно. По телевидению. Как я говорил, телевидение для нас это основной источник сейчас подписных пользователей, 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 которые платят в месяц за доступ к контенту, и видим, что базу нашего телевизионного услуги составляют украинские телеканалы, которые в Украине являются наиболее массовыми и наиболее популярными. На текущий момент у нас их более 80 каналов, и постоянно добавляются региональные каналы. Самые популярные западные телеканалы, на текущий момент их 49, и постоянно мы подключаем все новые и новые каналы. И в том числе на нашей платформе, всем нашим пользователям, доступно 24 наших интерактивных каналов, которые мы делаем самостоятельно, то есть их нигде нет. То есть на текущий момент, можно сказать, что на МГБО наибольшее количество в Украине фильмовых каналов, которые с высококлассными фильмами в HD-качестве. Это тот контент, который наиболее популярен среди наших пользователей телевизионных. Это ничего удивительного, это топовые украинские телевизионные шоу, некоторый контент международных каналов, западных международных каналов. И, собственно говоря, короткий перечень тех каналов, которые доступны на нашей платформе. Это не весь перечень, весь перечень сюда не влез. При порядке 20 каналов пришлось наставить за кадром. И, да, вот, потом хочется вернуться к предыдущему слайду. Вот эти вот каналы из буквы Кайпэм, это как раз те каналы, которые эксклюзивно на нашей платформе, доступны нашим потребителям. В том числе мы запустили в конце прошлого года проект с виртуальной реальностью. И в том числе пользователям новой услуги будет доступен контент из приложений виртуальной реальности, которые мы продолжаем развивать. И в скором времени, буквально через пару недель, мы презентуем новые решения для новых устройств, для новых платформ, и будем развивать это отдельно наше редкое разработки, которое мы видим прогрессивной, и делаем на нее всталку в долгосрочной перспективе. Сколько же это все будет стоить? Во-первых, это бесплатно. Огромное количество библиотеки, большая часть библиотеки, это бесплатно для пользователей. И единственное, что, конечно же, нужно будет потреблять рекламу вместе с видеоконтентом. Во-вторых, у нас есть подписка, как я уже говорил. На текущий момент у нас есть три подписки, которые включают в себя видеоконтент. Две из них, это оптимальные и максимальные, две топовые подписки, включают в себя как телевизионные пакеты телеканалов, так и это ЮДИ-библиотеку, премию ЮДИ-библиотеку, и легкая подписка включает 37 гривен. Вместе включают в себя только украинские телеканалы и наши собственные интерактивные каналы. Примерные блокбастеры. Это фильмы-новинки кинотеатральные, доступные для аренды или проката. Те, которые только-только вышли в прокат и прошел, ну, то есть еще первые появляются на нашей платформе, они стоят от 19 гривен за просмотр, и в том числе, важно сказать, что мы проводим еженедельно акции, в которых фильмы можно покупать и за 5 гривен, и за 7 гривен, и за 9, и за 99, в зависимости от того, какую цену диктует правообладатель. Как это будет в контексте с Киевстаром? В первую очередь мы говорим о том, что контент детский мы предлагаем пользователям мобильных платформ, пользователям Киевстаром, в первую очередь, дальше поймете, почему, пользоваться нашим сервисом в различных местах, где только у них возникнет в этом необходимость. В автомобиле, в гостях, на даче и так далее, на любых устройствах. Для различных категорий пользователей у нас есть различный контент. На текущий момент у нас, например, для мужской аудитории 14 новостных каналов, 11 спортивных каналов, и, как я уже говорил, у нас самые популярные, точнее, не говорил, но самые популярные у нас экшены-боевики, которые в том числе доступны в нашей аудитории для мужского сегмента. Для женщин у нас доступны огромное количество передач и шоу, в том числе 4,5 тысяч фильмов в нашей библиотеке, 700 сериалов, 13 развлекательных каналов, 18 подновательных каналов. И, опять-таки, это можно смотреть в любом месте, где бы это не понадобилось нашим пользователям, потому что с некоторыми тарифами скоростными от Киевстара трафик на Мегаго абсолютно бесплатный. То есть, едя в машине, вы можете смотреть телевидение, смотреть новости на фоне, скажем так, не отвлекаясь от дороги, находясь в кафе, ожидая подружку, вы можете, в том числе, если да, ожидая, можете смотреть ваше любимое шоу-передачи. И немного о самом ближайшем нашем сотрудничестве. При подключении к новому тарифному плану потребители Киевстара получают бесплатный трафик на Мегаго, и в первые две недели мы сразу же даем бесплатно подписку легкую, только на телевизионные каналы, для того, чтобы пользователь мог попробовать. После истечения двух недель у пользователя есть возможность оформить за одну гривну оптимальную подписку, которая включает в том числе премию в библиотеку, библиотеку видео и украинские национальные каналы. После истечения месяца пользователь может остаться либо на оптимальной подписке, то есть опять на тех же каналов, либо перейти на любую другую из доступных подписок, либо же продолжить пользоваться Мегаго бесплатно, и трафик в любом из этих случаев все равно будет бесплатным для всех 3G-пользователей Киевстара на этих пакетах. Вот, собственно говоря, и все с короткой моей презентацией. Большое спасибо, что пригласили. Спасибо большое. Так, и, собственно, я теперь продолжу. Мы же много рассказывали наши коллеги и намекали на то, что будет все-таки в наших новых тарифах. Вот, значит, мы сегодня представим 5 новых тарифов. Первый тариф – это тариф для звонков. Основные преимущества этого тарифа заключаются в том, что мы берем безлимитную сеть внутри сети. Это, в общем-то, самая востребованная сеть в стране, самая большая сеть. И дополнительно 30 минут на другие сети. То есть сейчас тех абонентов, которые звонят не только внутри сети, но и на другие направления, им не нужно иметь две карточки или мучиться в выборе между операторами. Вы можете оставаться вместе с Киевстаром, пользоваться безлимитным общением внутри самой большой сети и также общаться с другими абонентами из других сетей. Ну, окей. Второй тариф тоже. Мы посмотрели, что достаточно много людей, которым очень нравится безлимитный интернет. Это удобно, заплатил один раз, и у тебя, так сказать, без каких-либо ограничений безлимитный интернет. Понятно, что предоставить такой интернет на скорости 3G, ну, на сегодняшний момент вряд ли получится, особенно если мы говорим о достаточно доступных тарифных планах. Поэтому мы решили создать пакет, в котором будут не только безлимитные звонки внутри сети, на самую большую сеть, но и безлимитный интернет в 2G. Кроме этого, пользователи этого пакета получают 100 МБ на скорости 3G, как подарок, для того, чтобы попробовать почувствовать разницу и, возможно, принять решение о том, что, может быть, стоит ли перейти на другой пакет, о котором я сейчас скажу. Это пакет для смартфона. В этом пакете, помимо того, что бесплатные внутрисетевые звонки без ограничений, в этом пакете есть соцсети также без ограничений, есть 3G интернет 2 ГБ, 1 ГБ представляется ежемесячно, плюс 1 ГБ в подарок, и 60 МБ на другие сети. В принципе, вот этот пакет покрывает все потребности в общении, будь то по телефону, или в интернете, или в соцсетях. Но самый интересный пакет впереди. Это пакет для смартфона, все включено. В этом пакете есть, помимо всего того, что я перечислил до этого, это и без ограничений общение внутри сети, 60 минут на другие сети, общение в соцсетях без ограничений. Здесь уже 4 ГБ 3G интернета и музыка без ограничений. То есть, пользуясь приложением звук, вы можете без ограничения слушать музыку, если вы пользуетесь этим тарифным пакетом. И еще один пакет для продвинутых пользователей, для тех, кто, помимо всего этого, хочет слушать и смотреть видео, слушать музыку и смотреть видео. Для этих пользователей будет 6 ГБ включена стоимость пакета, соцсети без ограничений, 300 минут на других операторов. То есть, это, в принципе, покрывает вообще все возможные варианты общения, неважно, внутри сети Киевстар, в не сети Киевстар, в соцсетях, в интернете, плюс музыка и видео без планы за трафик. Подзагрузилось что-то. Да, это был такой небольшой сюрприз. На самом деле, вот в стартовых пакетах, которые вы видели, вот они примерно так выглядят, в каждом кружочке были герои. Я не знаю, они сейчас загрузятся или нет. Да, некоторые загрузились. В любом случае, да, вот те герои, которые загрузились, это наши сотрудники. Мы решили устроить конкурс и объявили конкурс внутри компании, кто хочет попасть на стартовый пакет Киевстар. Напомню, что стартовый пакет Киевстар поддается миллионными террорами. Соответственно, дискотет, это такая легкий путь популярности. И классно, что у нас есть действительно фотогеничные, талантливые сотрудники, которые получили возможность попасть на наш стартовый пакет. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Давайте начнем с формата вопросов и ответов и дальше мы перейдем тогда в следующий зал для уже неформального общения. Кировоград будет скоро. Я думаю, да, быстрее, чем Кировоград станет Кировоград. На самом деле цены зависят от региона, зависят от тарифного пакета, варьируются от 20 гривен до 175 гривен. Ну, то есть, разные есть, разные категории. То есть, тарифы, которые для звонков, это самый дешевый тарифный пакет. Тариф, в котором включено и видео, и музыка, и 4 гигабайта, и 6 гигабайта, я изменяюсь, это самый дорогой тарифный пакет. Но если говорить, вот, в сравнении с теми тарифами, которые вот сейчас действовали, да, до 5-го числа, мы снизили стоимость мегабайта более чем в 2 раза. То есть, стоимость за мегабайта очень сильно снизилась. Пожалуйста. Ирина сказала, что не хочется. Не хочешь? Не хочется. А вы громче. Ну, то есть, да, и не хочется. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, меня зовут. Представляю город Херсон. Знаете, основная проблема, наверное, не ребрендинг или стоимость тарифов, а то, что население просто не умеет пользоваться смартфоном. Вот планируется ли как-то повышать вот эту грамотность, особенно среди населения, там, 35 плюс? Да. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, действительно, на сегодня много людей, у которых есть смартфон, но они им не пользуются. Для таких людей мы делаем, собственно, как раз такие вещи, как в новых тарифах, потому что, например, вы можете не бояться о том, что вы пользуетесь в мобильном интернете, если он безлимитный. То есть была большая боязнь того, что если я буду пользоваться интернетом, то с меня будет сниматься какое-то большое количество денег. В этом тарифе «Звонки плюс» там интернет без ограничений. Второй пример для более, скажем так, требовательных пользователей – это вот как раз видно музыка и видео на ходу, где тоже нету плана за трафик. То есть нет этого ограничения, что вы можете, так сказать, исчерпать баланс своих мегабайтов или денег. Вы подключаетесь к этим тарифным планам и можете этот контент безопасно потреблять, скажем так. Кроме этого, для тех, кто вообще, так сказать, не понимает, зачем им нужен интернет и так далее, мы делаем специальные такие бесплатные приложения, например, Википедия. Я считаю, что Википедия практически убила вот эти разговоры за пивом, там, споры, да, кто-то, это правда. Потому что Википедия сегодня – это компания. Если в Википедии так написано, значит, это так. Вот для таких компаний в Википедии абсолютно бесплатно. То есть мы предоставляем какие-то образовательные такие сайты, где люди, которые, может быть, не привыкли слушать пока музыку и видео на самом смартфоне и вообще не понимают, зачем им смартфон, так сказать, нужен, для таких людей, вот, да, мы делаем такие вещи. Да, мы сейчас на первом ряду, это хорошо. Здравствуйте, Павел Крест-Моэс, ДЛАЕЙ. У вас там был слайд по поводу МПС, сказано, что он один из самых высоких, вероятно, не самый высокий все-таки на рынке. Я хотел спросить по поводу ММОП, когда он, наверное, все-таки внедрился, в этом году, главное, надеяться. Что вы, в принципе, от этого ожидаете? Как будет, будут ли переходить абоненты? Да. МПС и ММП – это разные вообще вещи. Да, я понимаю. Да. МПС – это лояльность абонентов. В этих пакетах одна из самых высоких, потому что у нас, если я не ошибаюсь, порядка трехсот разных тарифных планов. Поэтому я говорю, что это один из самых высоких. Их есть безумно лояльные люди, которые там много резких старых и вообще все устанавливают. Вот. Но если мы говорим о третьей линейке в четыре и два миллиона абонентов, то я считаю, что это очень хорошо, что у них высокий МПС. Что касается ММП, ММП – number portability, смена, так сказать, оператора без смены номера. По сути, ну, мы, в принципе, готовы. Мы считаем, что как раз у нас есть преимущество, потому что у нас самая качественная сеть, как раз самый высокий МПС на рынке в два раза больше, чем у ближайшего конкурента. Не самый низкий отток, поэтому мы ждем регулятора, когда он определится наконец-то с провайдером и готовы внедрять. Я думаю, что нам где-то полгода необходимо с момента того, как выборут провайдера, полгода и технически мы будем готовы. – Скажите, кроме подключения новых населенных пунктов, как будет расти сеть там, где трижа уже есть, я имею в виду областные центры, в частности, в Харькове, где, ну, как бы, долго достаточно запускался киевстан с трижи, есть районы, где трижа есть, где его нет, как будет усиливаться сеть. – Да, спасибо за вопрос. На самом деле, сегодня у нас была там встреча с регионами, и вот если вы посмотрите на карту покрытия трижи Киевстара и наших коллег, то у Киевстара самое большое покрытие, так сказать, трижи в Харькове. На самом деле, что касается там емкости, потому что у нас пока еще меньше оппонентов, чем у наших коллег, емкости будут расширяться, и не только в Харькове, будут расширяться емкости очень сильно в Киеве, во Львове, в Одессе. То есть, сейчас мы видим, что вот запуск трижи дает нам вот эту картину понимания того, где этот трафик, так сказать, уже есть нагрузка, и это дает нам, ну, больше такого флексибилити, больше гибкости для того, чтобы правильно настроить эту сеть. Но расширение однозначно будет, и будет не только новое покрытие, но расширение существующего. Андрючок Максима, TCU. Я хотел спросить, в прошлых ваших тарифах уже есть бесплатный трафик на социальные сети и еще на какие-то дополнительные сервисы. Какой процент от общего трафика занимает этот условно бесплатный? Да, на сегодня это где-то порядка 15%. То есть, это только соцсети. Понятно, что, когда мы говорим о музыке и видео, то доля, конечно, будет намного больше в этих пакетах. Нина, кущу, как и даджеты, расскажите, как у вас поменялся ARPU в 2015, а какие ожидания в 2016? Ну, в 2015 году ARPU вырос больше, чем на 10%. В этом году, опять же, все зависит от многих факторов, в том числе экономических. Пока мы видим, что благодаря росту потребления даты ARPU растет. Мы будем через месяц, наверное, через полтора объявлять результаты первого квартала. Даже, можем сказать, уже точную цифру, по крайней мере, по первому кварталу 2016 года. Тимур Ворона, а посмотрите, пожалуйста, в какой слайде сейчас находится конфликт кейт-тарш налоговой, и как вы видите дальнейшее ответить на ситуацию? Спасибо за вопрос. На самом деле, на сегодняшний момент мы являемся одним из самых крупных налогоплательщиков страны. И, ну, так, не знаю, если сравнивать с тем же Укртелекомом, то налоги, которые мы платим, это в разы больше. В разы больше, чем платит Укртелеком, так сказать, огромная бывшая госструктура. Что касается непосредственно этого кейса, мы считаем, что это абсолютно нудуманный кейс. И, если не ошибаюсь, в самое ближайшее время состоится суд на эту тему. Я думаю, что это, так сказать, долгая будет в любом случае история, но мы категорически не согласны с такой постановкой и считаем, что это необоснованное требование налоговой к налогоплательщику в одном уме, так сказать, кто будет налогоплательщик в стране. Я лично слышал, как Ложкин обещал Чернышок разобраться в этой ситуации. Ну, я думаю, что ни Ложкин и Чернышок в этом споре вряд ли найдут истину. Так сказать, есть у нас суд, собственно, который должен принять решение, кто прав, кто нет. Ну, я не знаю, мировая, не мировая, но, по крайней мере, мы считаем те требования, которые нам выставляют, абсолютно неадекватными и абсолютно удобными. Так, здравствуйте. Украинский форум блоговедейников нечас любил питание проведения СМС блоговедейности. Вот, я поставлю эти темы и чипитремы вы объектируете. Я думаю. Смотрите, по благотворительности, на самом деле, такой вопрос, что, с одной стороны, действительно, это очень удобный способ собрать деньги, с другой стороны, к сожалению, есть, скажем так, нечистые навыки и люди, которые с помощью, ну, не только обязательно, но с помощью СМС, да, с помощью даже радиорекламы, там, и так далее, и так далее, собирают деньги на непонятные мужеты, так сказать, иногда на свои личные. Вот, поэтому, как мне кажется, должен быть, ну, как минимум, какой-то закон или какое-то регулирование вот этих фондов, чтобы те люди, которые, так сказать, отдают свои деньги в эти фонды, понимали, на что эти фонды идут, чтобы был хоть какой-то контроль за этим. Я вспоминаю историю, как раз недавно обсуждали. По поводу Олимпиады 80-х, значит, вот перед Олимпиадой Динамо Киев решила, так сказать, первоапрельскую шутку такую приковать в газете «Спорт» о том, что они собирают деньги на покупку маратоны. Вот, и вот буквально несколько дней после того, как они, так сказать, напечатали опровержение, они собрали где-то уже на треть маратоны. Ну, в случае, вот, как раз, так сказать, таких не было, там, шуток, скажем так, да, или там сознательных или бессознательных. Мне кажется, что вот это вопрос законодателей для того, чтобы они как-то отрегулировали вообще вот эту всю сперку. Можем быть, Даня, а вы в Грудни говорили про запуск мобильного ТВ, там, обистиала, да, такая вот, домовление с мегагодцей есть оно, правильно? Вот. Это пешевые обистиалы. Да, да. Мы решили подождать немножко для того, чтобы это сделали более масштабно, более ярко, так сказать, и вот сегодня с радостью готовы презентовать. А еще, пожалуйста, будь ласково, с проводу сервиса звук, там, ну, будь-який контент можно, да, а звуковой занотаживать. Ну, там есть такая речь, как бальковский контроль, ну, я скажу так. Музыка. Там нужно песни с матерными словами, слух, вращение? Ну, вот коллеги, наверное, ответить, мне поверить так. Можно там, так сказать, с матерными словами. Потому что, ну, там есть, извините, пожалуйста, там есть лаборатор общих принципов морали и закона, естественно. Никаких антипретационных вещей, никаких других запрещенных законодательных вещей, вы там вряд ли найдете. А плейлист с матюками есть там? Да, есть, он 18+, поменьше. Окей. А плейлист с матюками есть. Вы знаете, я, вот, я тогда 30 секунд ушколит Мензатрон, этот вопрос я не успел сказать, потому что, наверное, что торопился, хотел меньше времени потратить. Глаза. Когда мы запустили партнерство с Киевстар, мы сделали абсолютно локальную витрину. То есть пользователи из Украины видят главные страницы такими, какими мы считаем, и местный редактор, который здесь работает, их видит лучше. То есть это абсолютно свой топ. Топ-радиостанции Украины, топ-чарт Украины, локальная музыка. А он сейчас не в топ-чарте. Я уверен, что нет. Я уверен, что нет. Поэтому, да, он там есть, если вы полезете искать его в поиске, зачем-то же он вам нужен был, правильно, если вы в поиске его ищете. Но на главной странице вы его точно не найдете. А можно было там битрэд вообще? В бесплатном режиме 128. В платном режиме 300. Ого. В платном режиме 320. На этом принят ключи. Это платная услуга. С момента запуска 3G Киевстар уже представляет вторые новые тарифы. Соответственно, какая будет у вас политика относительно абонентов, которые сядут вообще на старых тарифах и на тарифах 2015 года? Спасибо за вопрос. Мы никого не насилуем. Все вот эти 4 миллиона, больше 4 миллиона счастливых пользователей с очень высоким НПСом продолжают пользоваться и дальше теми тарифами, к которым они подключились. Все новые абоненты, начиная с сегодняшнего дня, будут подключаться на новые тарифы и все, скажем, смены тарифных планов будут уже осуществляться на новые тарифы. Смена идет с первого числа? С сегодняшнего дня, с 5-го числа, да. С 1-го апреля мы решили не запускать, чтобы не было меценаза, промародонного. Так. Окей. Я только предлагаю переместиться в соседний зал для уже неформального общения. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ